На сегодняшний день существует довольно большое количество способов добычи электроэнергии. Это топливные электростанции, ядерные, геотермальные, гидросолнечные, приливные и ветряные электростанции. Как видите, способов действительно немало. А теперь для того, чтобы у вас сложилось правильное представление того, о чем пойдет сегодня речь, давайте порассуждаем о проблемах экологии, которые лежат на поверхности. Экология нашей планеты находится далеко не в самой лучшей форме. Человек злоупотребляет природными ресурсами и потребляет их в колоссальном количестве. Становится меньше полезных ископаемых, истребляется огромное количество представителей животного мира, в их числе как млекопитающие, птицы, рыбы, так и насекомые. При этом истребляется огромное количество растений, вырубаются леса, загрязняются водоемы. И это неудивительно, человек уже давно признан самым опасным хищником. В ходе эволюции человек становится разумнее и гуманнее, но, к сожалению, вместе с этим становится еще опаснее для экологии. С появлением электричества многократно усиливаются темпы урбанизации, городов становится все больше и больше, и некогда густонаселенная животными и забилующая лесами территория превращается в каменные джунгли. Технологии не стоят на месте, возникают все новые и новые способы добычи электроэнергии. Человечество становится зависимым от технических средств. Современное общество невозможно представить без телевизоров, компьютеров, мобильных телефонов, транспорта, радио и канализации. Для обеспечения всего этого используется огромное количество двигателей, большинство из которых электрические. Также человечество напрямую зависит от нефтепродуктов, добычи и использования которых также возможно благодаря электродвигателям. Следовательно, мы можем сделать вывод, что самыми главными потребителями электроэнергии в современном мире являются освещение и электродвигатели, большая часть из которых асинхронные. Так вот, добыча электроэнергии является одним из самых пагубных факторов, влияющих на окружающую среду. Именно для этого истощается огромное количество ископаемых ресурсов. На сегодняшний день не существует безопасных способов добычи электроэнергии. Те способы, о которых мы говорили в начале видео, имеют огромное количество недостатков. И даже безопасные, на первый взгляд, ветряные электростанции оказывают серьезное, пагубное влияние на флору и фауну вокруг них, в том числе и на человека. Экологические факторы воздействия так называемых ветряков, требующие особого внимания и оценки, можно разделить на три группы. Первое. Активные факторы. Физическое воздействие на орнитофауну, акустический шум, вибрация и электромагнитное излучение и аварийные ситуации. Второе. Пассивные факторы. Помехи прохождения радиоволн, отторжения земельных территорий, психосоциальные, это загрязнение ландшафта, комфортность и другие. И третье. Косвенные факторы. Загрязнение окружающей среды в процессе производства ВЭО. Касательно солнечной энергетики, можно сказать, что теоретически она безопасна. Но существует вероятность, что повсеместное внедрение солнечной энергетики может изменить характеристику отражательной способности земной поверхности и привести к изменению климата. Говоря о геотермальной энергетике, главная проблема заключается в необходимости обратной закачки отработанной воды в подземный водоносный горизонт. В термальных водах содержится большое количество солей, различных тактичных металлов, что исключает сброс этих вод в природные водные системы, расположенные на поверхности. Дела в гидро- и приливной энергетике обстоят следующим образом. При сооружении плотины увеличивается амплитуда прилива. Даже небольшое повышение амплитуды прилива вызовет значительные изменения в распределении грунтовых вод в береговой зоне. Увеличит зону затопления, нарушит циркуляцию водных масс, изменит ледовый режим в части бассейна с заплатиной. Также происходит нарушение естественных путей миграции рыб на нерест и обмеление самих нерестилищ в низовьях рек. Также оказывается большое влияние на водоснабжение, водоорошение и работу речного транспорта. В том числе происходит затопление плоднородных земель. Ядерная энергетика. Основной опасностью при работе АЭС является загрязнение окружающей среды радиоактивными отходами и тепловое загрязнение водоемов, вода из которых используется для охлаждения ядерного реактора и других агрегатов АЭС. А теперь давайте поговорим о тепловой электроэнергетике. В качестве топлива ежегодно уничтожается огромное количество ценного природного сырья. Преимущественно органического. Большой вред природе наносится при прокладке нефтегазопроводов. При работе ТЭС ежегодно образуются сотни миллионов тонн твердых отходов в виде золы и шлаков, которые практически не утилизируются, скапливаются в огромных количествах на специальных полигонах. Они содержат целый ряд химических элементов, многие из которых токсичны. Эти элементы проникают из шлаков и золы в почву и подземные воды, делая их непригодными как для бытового, так и для хозяйственного использования. Атмосферные выбросы ТЭС содержат оксиды серы, оксиды азота, тяжелые металлы и другие вредные для окружающей среды химические вещества. Происходит загрязнение приземного слоя атмосферы большими количествами углекислого газа, образующегося в результате процесса горения. Локализованный процесс горения обуславливает возможность кислородного голодания региона ввиду превышения скорости потребления кислорода над скоростью его поступления в атмосферу за счет процесса фотосинтеза. Вблизи ТЭС, работающих на угле, обычно превышен естественный радиационный фон. Это объясняется присутствием в угле микропримесей радиоактивных изотопов, которые при работе ТЭС поступают в окружающую среду вместе с другими продуктами сгорания. Происходит тепловое загрязнение природных водоемов, вода которых используется для охлаждения отработавшего пара из паровых турбин ТЭС. Работа ТЭС способствует шумовому и электромагнитному загрязнению окружающей среды. Хочется отметить, что химическое загрязнение окружающей среды при работе ТЭС является одним из основных источников возникновения таких глобальных экологических проблем, как парниковый эффект, кислотные дожди, не говоря уже о том ущербе, который наносится растительному и животному миру за счет токсичных веществ. И мы не зря более подробно остановились на ТЭС. Именно этот способ добычи электроэнергии является наиболее распространенным на сегодняшний день. Как видите, каждый из способов имеет ряд недостатков. Конечно, у каждого способа существуют и достоинства. Но тем не менее, способы добычи электроэнергии, которые сегодня используются в массовом количестве, очень вредны для экологии. Что такое энергетический кризис? Это явление, возникающее, когда спрос на энергоносители значительно выше их предложения. Его причины могут находиться в области логистики, политики или физического дефицита. Потребление энергии является обязательным условием существования человечества. Наличие доступной для потребления энергии всегда было необходимо для удовлетворения потребностей человека, увеличения продолжительности и улучшения условий его жизни. По приблизительным данным, на 2016-2017 год, исходя из прогнозов Международного энергетического агентства при организации экономического сотрудничества и развития, запасы первичных энергоресурсов в мире составляют уголь 785 миллиардов тонн, и его хватит на 240 лет, нефть 201 миллиард тонн, ее хватит на 32 года, природный газ 186 миллиардов тонн, и хватит его на 56 лет. Также стоит отметить, что потребление первичной энергии с 1995 по 2020 год имеет тенденцию возрастать в среднем на 2% в год. А теперь давайте рассмотрим основные виды электростанций. Производство и распределение электроэнергии в большинстве стран ведутся путем строительства и эксплуатации ТЭС – тепловых электростанций. Их функционирование требует огромного запаса органического топлива, условия добычи которого из года в год усложняются, а стоимость растет. К примеру, 1000 мегаватт энергии – это 370 тонн высококачественного угля в час. В сутки уходит 8880 тонн угля. Один вагон вмещает 60 тонн угля, то есть около 150 вагонов в день. Если же использовать не высококачественный антрацит, а более дешевый уголь, то его понадобится значительно больше. Коэффициент полезной отдачи топлива в ТЭС при этом не слишком высок, в пределах 40%. А число экологически грязных отходов довольно велико. Все эти факторы снижают перспективность такого способа выработки. Следующий вариант – это атомные электростанции – АЭС. Устроены они практически по тому же принципу, что и тепловые. Главный их плюс – это малое количество требующего топлива. Килограмм обогащенного урана по своей производительности равен 2500 тонн угля. Именно поэтому АЭС теоретически можно строить в любом районе, независимо от наличия близлежащих топливных ресурсов. В настоящее время запасов урана на планете значительно больше, нежели чем минерального топлива. А воздействие АЭС на окружающую среду минимально при условии безаварийной работы. Огромным и серьезным недостатком АЭС – это вероятность страшной аварии с непредсказуемыми последствиями. Отчего для их бесперебойной работы требуются очень серьезные меры по обеспечению безопасности. К тому же производство электростанции АЭС регулируется с трудом. Как для их запуска, так и для полной остановки понадобится несколько недель. И практически отсутствует технологии утилизации опасных отходов. Стоит отметить, что состояние мировой энергетики характеризуется рядом противоречивых особенностей. Во-первых, это связано с неравномерностью размещения геологических ресурсов по регионам земного шара. Так, крупнейшими энергосырьевыми державами мира, обеспечивающими в сумме более двух третей мирового объема добычи угля, нефти и газа являются страны Ближнего и Среднего Востока – Китай, Россия и частично Австралия и ЮАР, но только по углю. В то же время страны Северной Америки, Западная Европа, а также АТР наименее обеспечены энергетическими ресурсами, но тем не менее являются основными потребителями сырья. Во-вторых, неравномерность потребления энергетических ресурсов по регионам земного шара. В результате экономически развитые страны, обеспеченные наименьшим количеством сырья, потребляют около 80% энергоресурсов, добываемых и производимых в мире. При этом среднедушевое энергопотребление у них достигает 11-13 тысяч тонн условного топлива, что более чем в 6 раз выше среднемирового показателя в 2000 тонн условного топлива. В-третьих, в мире существует резкая диспропорция между объемом различных видов топлива в разведанных запасах и их долей в производстве энергии. В частности, нефть и газ обеспечивают 61% мирового энерготпроизводства, хотя на них приходится только 26% разведанных запасов. А уголь при наилучшей обеспеченности доказанными запасами 63,3% вырабатывает лишь 26% энергии. По другим оценкам, сегодня на уголь приходится 15%, на нефть 40%, на газ 45%. Многие топливные компании озабочены малым запасом топливных ресурсов и вредом для окружающей среды, которая создается в связи с работой огромного количества двигателей внутреннего сгорания, как дизельных, так и бензиновых. Например, компания Volvo заявила, что она сделает электричество сутью своего бизнеса. С 2019 года будет производиться только три типа автомобилей. Целиком электрические, гибридные и так называемые мягкие гибриды, сочетающие небольшой бензиновый двигатель с большой аккумуляторной батареей. Более того, в 2050 году многие страны хотят прекратить продажи бензиновых и дизельных автомобилей. В Париже на Всемирной конференции по климату SOR21, которую проводит ООН, неожиданно прозвучало громкое заявление. Великобритания, Германия, Нидерланды и Норвегия, а также несколько американских штатов, после 2050 года готовы запретить использование и продажи автомобилей на горючем топливе. Вот так поршневому двигателю внутреннего сгорания, который верой и правдой служит уже второе столетие подряд, назначили дату выхода на пенсию. И еще касательно перехода на электроавтомобили. В США, по подсчетам независимого агентства EIA, если весь автопарк из 250 миллионов машин сегодня перевести на электротягу, то ночью, в период так называемого провала нагрузки, энергии хватит, чтобы зарядить 79% легковых автомобилей. Дневной спад электроэнергии тоже существует. Суммарно свободной энергии хватит на те же 79% легковых автомобилей. Однако важно, чтобы машины приезжали на зарядку не когда-нибудь, а в нужные часы. С одной стороны, этот вопрос решается приложением для смартфона, которое подскажет оптимальное время для заправки электричеством. Но, как показывает мировая практика, данное решение может привести к тому, что как минимум 21% автомобилей останется незаряженным. И это не учитывая того факта, что, скорее всего, далеко не все автолюбители смогут воспользоваться зарядным устройством для своего автомобиля в указанное приложением время. В этом случае процент непригодных для эксплуатации автомобилей может существенно увеличиться. Отсюда можно сделать вывод, что энергетическая сеть США с текущим уровнем потребления энергии не готова к глобальному переходу на электротранспорт. Исходя из всего того, о чем мы говорили ранее, можно сделать вывод, что в области экологии нашей планеты есть очень много нерешенных вопросов, и энергетика в этом списке занимает ключевые позиции. На сегодняшний день мы вплотную подходим к ситуации, когда запасы различных видов топлива на нашей планете могут закончиться в обозримом будущем. При этом способы производства электроэнергии, без которой уже сложно представить современное человечество, губительно сказываются на экологии нашей планеты. Проект «Асинхронные двигатели Дуйнова» наряду с другими компаниями, которым небезразлично состояние экологии нашей планеты, может предложить один из способов улучшения данной ситуации. Использование технологий в совмещенных обмотах «Славянка» поможет не только сократить потребление электроэнергии, но также поможет увеличить КПД при добыче электроэнергии в некоторых случаях. Также напомню, что большая часть выработанной электроэнергии расходуется именно электродвигателями, но когда мы говорим о потреблении электроэнергии каким-то конкретным электродвигателем, очень часто мы забываем сказать о том, сколько электроэнергии и ископаемых продуктов было затрачено для создания данного двигателя. Еще одной особенностью технологий совмещенных обмоток «Славянка» является тот факт, что для создания такого двигателя можно использовать вторичный материал, полученный от переработки классического электродвигателя. А это значит, что из двух стандартных асинхронных электродвигателей мы можем произвести три двигателя с совмещенными обмотками типа «Славянка». С вами был Александр Сударев. Подписывайтесь на наш канал, вступайте в группу ВКонтакте и обязательно делайте репост этого видео. Спасибо за внимание и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok